всем привет из аверят сегодня я вам расскажу историю нашего дома разговаривал с бабушкой почему я хочу записать это на камеру во первых может быть это кому-то будет интересно в первую очередь да во вторую очередь мне как бы главное ничего не забыть ничего не забыть вот я сейчас издалека еще раз покажу вот дом да с ребенку черный старый да уже по идее дом визуально кажется он старый я вот вам задам сейчас вопрос как вы считаете а какого года этот дом постройки среди бревна 25-30 на диаметр стропила уже трухлявая значит рассказывал бабушка купила этот дом в шестьдесят втором году шестьдесят втором году до этого в нем жили пять лет пять лет в нем жили вверху он тоже доска отпала кстати смотрите стропила не как раньше было принято ой не как сейчас принято есть доски 50 там ну на ребро ставится просто из жердей сделано стропил и шахта небольшой где-то сантиметров 30 значит дом куплен в шестьдесят втором году до этого пять лет в нем уже жили то есть 50 года постройки дом сейчас у нас 2016 год почти 17 дому 60 лет представляете 60 лет дом фундамент фундамент сделан только под основным строением это дом 6 на 6 и сарай но пожалуй 3 на 3 они 3 на 6 получается я предполагаю фундамент делали до того как здесь появился газ здесь газовое отопление в доме его делали по той простой причине что нижние нижние венцы сгнили а под сенями не сгнили поэтому там не делали сейчас они конечно очень сильно просели сгнили я не знаю как я дальше буду делать переделывать или чё не знаю пока не знаю пока не знаю крышу за все 60 лет перекрывали только один раз один раз перекрывали и положили туда вот рубероид ну то ли или как она там называется все то есть представляете за 60 лет был сделан дополнительно только фундамент перекрывали крышу один раз и все дальше надо издалека смотреть что было понятней вот видите он под одной крыше уже позже где-то лет через десять как был куплен дом построили сени вот это вот да вот вторая часть называется с сенями под сенями у нас под одной крыши находится баня баня вот она да куда не пойду там темно ничего не видит вот отсюда лучше всего вид баня и находится конюшня под одной крыши под одной крышей да что я хотел сказать это уже 2 2 вариант так скажем то есть первая конюшня и баня разобралась вместо нее сделали новую то есть это может быть лет десять назад это как бы новая считается под конюшня и под баня есть отдельный фундамент не знаю для чего это было сделано кстати насчет фундаментов забыл сказать все фундаменты без армирования никакого армирования там нет насчет крыши я не знаю перекрывала здесь крыши или не перекрывал не знаю у бани пол холодный вода сливается вот куда-то сюда что-то здесь зарыто или как я даже не знаю но вот здесь вот допустим садили вот в этим в этом году капусту здесь еще плохо почему-то растет вот капуста здесь вещает ничего не выросли не так для информации скотину всегда держали в конюшне ну баня использовалась соответственно как баня попробую туда заглянуть баня у нас сейчас топится по черным не знаю почему печка ну вообще плохо все с печкой мне такой вариант не нравится даже объяснять не буду почему сами подумайте вот это баня вот здесь сразу и мыться здесь и париться и вытираться я даже в полный рост здесь стать не могу ну потому что баня делалась под бабушку наверно поэтому она такая маленькая может то что дров меньше на чтобы топить наверно все таки лично для меня как бы неудобно да неудобно ну вот а здесь у нас получается это синий синий наверно ну ладно раз мы здесь начали осмотр здесь и осмотримся так скажем есть синий вал что-то видно не видно полный сено да но здесь всякий хлам хранится конюшня плохо утеплена через крышу ходит много тепла я пытался там в том году как-то и сено добавил туда и как-то фигню там ну в общем как мог утеплил все равно теплопотери значительные но здесь всякий хлам но очень неудобно то что синий вал находится здесь и сено метать неудобно надо как-то отдельную крышу ну пока не знаю об этом еще не думал ну конюшня там принципе вы все видели сами все без изменений здесь тоже как бы это все эта часть относилась конюшни я ее подделал для себя под мастерскую какую-то ну как мастерскую сию можно так назвать я здесь всякий инструмент все что с этим связано что хранить ну сами видите хранить не просто-напросто это негде негде хранить даже вот сейчас вот если на улице холодно но работать еще можно а когда идет снег вся работа останавливается кстати по поводу участка тут задавали вопрос почему такой участок кривой вот видит в конце участка забор бабушка говорит когда она купила и вот этот участок он относится к соседям которые живут через дорогу так 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 то он относился к бабушке его так скажем непонятно каким образом приватизировать ну мы сейчас углубляться в этот момент не будет но он был приватизирован то есть видит это порядка четырех и пятисоток летюша нет ко мне идти это что такое собачку летюша у вас пистолетом все про участок я еще хочу показать то есть вот тот забор который идет в конце это было шестьдесят втором году и получается вот этот забор быстренько покажу и вот до того забора да вот который там вот эти по прямой так линию провести это все принадлежала бабушке но шестьдесят втором году когда они купили этот участок у них вот этот кусок земли забрали вот этот кусок земли забрали а этот уже позже сети приватизировать 2000 не помню недавно это было относительно относительно недавно летюша хватит так теперь мы возвращаемся снова сюда снова сюда здесь вроде как все без изменений а нет как без извинений то есть того момента когда бабушка купила это девяносто первом по моему подключили газ газовое отопление и внутри этих сеней сделали котельную она полностью выложена из кирпича попробую показать вот она там стоит газовый котел внизу ну пока у нас дикое нехватка места так скажу да не запутела камера дикое нехватка места у нас козочки живут здесь котельный здесь конечно тепло все хорошо но это вообще не дело не дело надеется что ближайшее время удастся все это дело изменить то есть они вот они как были так и остались бабушка говорила что предыдущие хозяева здесь даже поросенка держали я не представляю как в холоде в таком можно держать поросенка давайте выйдем на улицу здесь на улице у нас дровяник который как можно скорее нужно разобрать вот кстати про дрова смотрите сколько дров не знаю видно не видно это к теме к одной из недавних сюжетов дровяник здесь палисадник здесь выращиваются цветы но солнце встает вот с той стороны восход у нас там восток здесь всегда темная сторона я не знаю для чего здесь делался палисадник здесь вообще плохо очень все растет позже здесь была выкопана в но относительно недавно канализация там сделано скважина опять же допущена ошибка в том плане что не дай бог грунтовые воды через грунтовую там канализация кэша на бездна перетоки оси начнется нормально ну вот так вот он выглядит с этой стороны витики как они сталагмиты или сталактит наросли печка уже много-много лет не топится которая в доме все идет отопление через газовый котел через газ но несмотря на то что вроде в деревне есть газ подключиться вновь у кого нет газа никому не дают никому не дают вроде труба не рассчитана давление слабое так далее когда писал заявление на подключение еще одной точек полтора миллиона что ли насчитать едва ли не помню где-то у меня там видео было на эту тему ну вот пожалуй вот эта вся вот информация о том доме а истории того дома где я живу еще есть яма овощная и это же делали относительно недавно но на очень маленькая тут что-то надо думать тут что-то надо думать с ней интересно вот этому дому 60 лет я построил тоже баню может как в 2016 году да сколько лет она 60 лет она простоит интересно когда вот мои дети внуки будут смотреть это видео будет эта баня здесь стоять или не будет ну зачем я сюда иду в принципе все все что хотел рассказал вроде бы ничего не упустил свет был здесь 220 напряжения в том году поменяли кабель на сиповский кабель я подключил сначала было 220 я подключил сначала тоже 220 двухтарифный счетчик поставил потом переподключился 380 и запитывались раньше с того столба сейчас я покажу где-то там вот видно да столб горевший сейчас переключили мне с этого потому что все равно я планирую строительство и кабель тут уже с запасом сделал с запасом ну есть моменты ошибочные которые я сам сделал неправильно но это все потом в будущем был учитывать и переделывать да да моя хорошая ключур и гашт девочка или что или безобразие погас 91 года что очень важно не поверите ну если бы не было бы газа я даже не знаю я буквально только это осознание пришло несколько месяцев назад что газ очень сильно решает очень сильно решает ну и вообще если посмотреть предыдущие сюжеты в принципе в огороде много что изменилось очень хочется узнать вот все что здесь есть взять как конструктор олега так вот собрать все в кучу и расставить все по-другому так как мне надо в связи с тем что так сделать нельзя вот приходится что-то мудрить придумывать выходить как из положения посмотрим что у нас получится следующем году всем этим ну данный сюжет подходит концу большое спасибо бабушке за данную историю и она самому было очень интересно никогда бы не мог подумать что дому 60 лет что он в таком ну скажем ну неплохом состоянии сохранился сколько он еще простоит неизвестно про фундамент я не знаю сказал не сказал что он не армированный весь фундамент не армировал и он такой довольно таки неглубокий ну все будем заканчивать данный сюжет я надеюсь эта история эта информация была вам полезна и интересно всем спасибо за внимание удачи пока пока пока